Уполномоченный по правам человека, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области и сотрудники ГИБДД выехали на автовокзал Северный уже после начала рабочего дня. Поэтому главного не увидели. Очередь пассажиров заметно поредела. Зато была возможность детально проверить работу перевозчиков, не срывая график перевозок. Проверяли все и дотошно. Наличие аптечек, ремней безопасности, состояние залов ожидания, работу диспетчеров, наличие документов на право возить пассажиров и, разумеется, интересовались, не холодно ли в автобусах. Вы все равно ехали до Соснова на холодном автобусе два часа, правильно? Полтора. Ехали. Как выяснилось, на большинство междугородних рейсов выпускают автобусы китайского производства. Они стоят 4 миллиона рублей, но совершенно не рассчитаны ни на наши дороги, ни на наши морозы, ни на габариты российских граждан. Скандинавские и надежнее, и теплее, но стоят от 7 миллионов. Выгода достаточная, чтобы перевесить необходимость заботы о пассажирах. С начала февраля гражданам холодно не только в автобусах, но и на остановках. График движения нормализуется, но крайне медленно. Несмотря на то, что антимонопольная служба еще 18 октября прошлого года признала, конкурс на организацию перевозок был проведен с нарушениями. В результате большая часть маршрутов отошла к одной единственной компании, которая не имеет достаточного количества автобусов. Что касается общей организации перевозок, то ей теперь в области вообще никто не занимается. Но как только мы стали перевозчиком, эта миссия с нас снята, поскольку мы не можем являться одновременно и тем, и другим. И на сегодня, на сегодня никто не является организатором перевозок. То есть систему, которая раньше была, ее сломали. Много еще забыли. Антимонопольщики ситуацию не драматизируют, но и пускать на самотек не намерены. Мы видим, что у нас на глазах рождается монополист, Ленобул-пассажир-автотранс, который подменяет собой многие структуры и берет на себя многие функции. А монополия никогда не вела к рассвету. Она на первых порах может дать эффект краткосрочный, но потом это застой и загнивание. Для пассажиров сейчас важнее другое. Когда они перестанут опаздывать на работу и мерзнуть на остановках и в салонах автобусов? Председатель областного комитета по транспорту Николай Янченко в нашем эфире пообещал до 1 марта начать расторгать договоры с несправляющимися. В том числе, с Ленобул-пассажир-автотрансом. Михаил Казминых считает, что проблему надо решать раньше. Рассуждать в теплом кабинете о том, когда решится проблема, это, наверное, хуже нет. Все стоят на морозе. Температура у нас, как говорят, аномальная, хотя на самом деле для Ленинградской области минус 25, это такие морозы, которые были неоднократно. Поэтому я думаю, что решать ее надо не в марте и в апреле, а синхронизировать работу всех подразделений и правительства, и муниципальных органов, потому что это взаимосвязанная задача. Надо сейчас. Пока и здесь никаких разрывов по времени не может быть. Это должно быть сегодня, это максимум завтра, но эта проблема должна быть решена вот сейчас. Проверка закончилась. Зима продолжается. Впереди еще много, не аномально, но все же морозных дней. Так что если есть возможность остаться дома, то лучше ею воспользоваться.